Пласида Доминго Марину Ребекку, одной из лучших исполнительниц партии Виолетты, которых ему приходилось слышать за последние 50 лет. Мы просто живем на сцене, получается так, потому что самое прекрасное то, что есть с Пласида в данный момент, это что ты выходишь на сцену и все может меняться. То есть это живой процесс взаимодействия между мной и им и он прекрасно понимает, есть такое выражение, да, животная сцена, можно сказать, да. И мы очень хорошо друг друга понимаем. Арию Флоры Бервуа исполнила молодая талантливая певица из Хорватии Сандра Пламенац. Вместе с гостями на сцене в этот вечер блистали солисты из столичного театра Евгений Чайников, Бауржан Андержанов, Елена Ганжа, Шингыс Расылхан, Халид Нуралиев, Рамзат Балакишиев. В выступлении также принял участие симфонический оркестр «Астана-Опера» под руководством выдающегося американского дирижера Юджина Кона. В Астане я в третий раз, но этот приезд особенный. Мне удалось побывать на выставке Экспо, и это очень важно. А еще, конечно, работать в этом театре очень приятно. Тут музыканты настолько высокого уровня, в их звуке есть большая человечность, артистизм и индивидуальность. Напомним, что либретто-оперы «Травиата» Джузеппе Верди создал Франческо-Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюмассына «Дама с камелиями». Режиссер-постановщик знаменитой «Травиат и зеркал» Хенинг Брагаус из Италии. В Государственном музее искусств имени Аблхана Костеева состоялось открытие выставки «За гранью невидимого», которая представляет творчество современного художника из Украины Андрея Копчака. Своё образование он получал как график, но позже, поняв силу цвета, колорита в живописи, перешёл уже работать в живопись. Основными характеристиками творчества Андрея Копчака являются широкое письмо к мастихинам и сочный насыщенный цвет. Композиции в картинах составлены из множества элементов, которые предельно приближены к зрителю. Мне кажется, картины могут развивать не только зрителей, почитателей, а и самих художников, когда что-то выходит, что-то получается, что-то выплёскивается на полотно, и потом оно как бы преподносит какую-то новую информацию самому же художнику. Произведения художника зачастую наполнены символами, которые переходят из картины в картину, раскрывая основное направление его философского поиска. Постановку «Звёздный мальчик» по мотивам произведений Оскара Уайлда привезла в столицу труппа Государственного академического русского театра для детей юношества имени Натальи Сац. Премьера в Астане состоялась в рамках выставки «Экспо-2017». Одна из таких главных целей было детишек познакомить с таким интересным, необычным писателем, как Оскар Уайлд. Спектакль раскрывает историю ловкого юного, но жестокого и холодного мальчика. Он оттолкнул и обидел свою родную мать, которая искала его долгие годы и поэтому явилась в отрепьях нищенки. Однако судьба даёт мальчику шанс по-новому взглянуть на свои поступки и раскаяться. Этот спектакль, считают его создатели, предназначен не только для детей, но и для их родителей. Ведь ошибки человек может совершить в любом возрасте и забыть о ценности семейных отношений. В Центральном выставочном зале Алматы состоялось открытие персональной выставки Александра Колодина под названием «Радость жить». В экспозиции представлено свыше 60 произведений. Работа, они как дети. Все они особенные, но у каждого есть своя изюминка. Поэтому каждая работа у художника, даже вроде бы она не приглядная, иногда бывает, но она та, которая ему нравится больше. Сохраняя преемственность художественных традиций Национальной живописной школы, Александр Колодин смело экспериментирует, осваивает и развивает новые, порой противоречивые направления в современном искусстве. Посетить выставку любой желающий сможет до 26 августа. Субтитры создавал DimaTorzok